Приветствую вас, давайте рассмотрим ваш вопрос. Суть в том, что у вас на самом деле довольно много негатива, довольно много оперы, довольно много боли и плюс травмы предательства. Я думаю, что с точки зрения терапии это необходимо все это вытащить, все это прошить и отпустить. Пока у вас это есть, пока у вас это копится, пока у вас это внутри, я думаю, что двигаться дальше вы не сможете. Незавершенность этого будет как бы вас все время тащить назад, да? Вот, это первое. Второе, на что я хочу обратить внимание. Вы пишете, что хотите семью, хотите отношений, но Юля, вот да, вы пишете, что хотите присядь к родному. Вот, знаете, есть такое ощущение, да, что вы себя как будто бы не любите. Есть такое ощущение, да, что вы к себе относитесь очень, может быть не очень, но обесценивающим достаточно. И одним из таких примеров является лень, потому что лень это попытка сделать то, чего человек уже не хочет. Лень это попытка сделать что-то для того, чтобы, ну, например, компенсировать или не думать о том, что вас волнует на самом деле. То есть лень возникает тогда, когда человек пытается сделать то, что должно его отвлечь. Вот, но не прислушивается в итоге к тем вещам, которые, ну, на самом деле важны. Вот, соответственно, вы как-то вот допускаете мысль, что можете удовлетвориться такими вот суррогатами. Вот, ну, опять же, да, вам этого мало, потому что вам лень, а вы продолжаете в эту сторону двигаться. Мне кажется, что связано это вот с тем, что вы к себе так обесценивающе относитесь. И вы знаете, вот, то, как вы хотите отношений, как вы хотите семью. Кстати, тот же вот момент, а для чего вам семья? Вы отдаете сейчас, например, себе отчет в том, что, когда вы говорите, что хочу отношений, хочу с СМИ, и вы по сути, ну, в какой-то степени степени идеализируете фигуру мужчины, фигуру партнера своего, и не видите реальных людей за этим. То же самое происходит по факту и с семьей, ну, вашей. То есть, семью люди, как правило, хотят тогда, когда есть потребность защититься от чего-то, когда нужно защипать. И здесь я должен спросить у вас, от чего бы вас нужно защищать? Как, из чего у вас, по вашему мнению, например, рождается потребность в семье? И вот постарайтесь честно ответить на этот вопрос, вот, в отношениях, когда вы находитесь с кем-то. Что у вас больше? Что у вас больше? Чего у вас больше? Желание, или ресурсов получать, или желание, или ресурсов отдавать? Вот, подумайте об этом. Это очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Я думаю, что если вы к себе подпишитесь, если вы честно, честно ответите на этот вопрос сами, сами себе. Я думаю, что очень быстро к вам придет некоторое понимание происходящее. Очень быстро к вам придет некоторое осознание проблематики определенной, что именно вы в отношениях тогда находились в позиции просящего. В позиции, может быть, более слабой, может быть, более низко себе оставившей, но по факту в позиции, в позиции жертвы вы находили. Вот. И, соответственно, предательство, это, по сути, отображение. Это отображение того, что вы думаете о себе сами. Именно это нужно корректировать. Конечно, если вы этого хотите, если вам это интересно. Вот. Дальше. Я не знаю, что мне делать, как исправить свой внутренний мир. Но, если вы увидите, то ни один из этих вопросов не является конкретным и не является тем, что можно было бы взять и нормально обсудить. Что вам делать, чтобы что? Что значит исправить свой внутренний мир? Почему вы решили, что вам нужно исправлять свой внутренний мир? Может быть, вы просто его не знаете, может быть, вы просто не знаете свой внутренний мир, не понимаете, что он из себя представляет. И поэтому пытаетесь, как бы, противиться тем процессам, которые у вас, условно говоря, происходят. Но пытаться вы можете, безусловно, сколько угодно, это исключительно ваше, ну, ваше право пытаться. Но это не значит, что у вас это получится, вот. То есть я хочу сказать, что, вероятно, сами вопросы поставлены несколько некорректно. Вот. И если их поставить более конкретно, то, может быть, ситуация будет куда более позитивна. Вот. Дальше. Почему самое важное предложение предательства? И почему сейчас вы не можете никому доверять? Ответ на этот вопрос достаточно простой с одной стороны, с другой стороны он весьма и весьма неоднозначный. Дело в том, что вы не можете доверять себя, ну, то есть вы себе не доверяете. Вот. Вот. Вы не доверяете себе и не доверяли себе, еще когда находились в отношениях, еще, может быть, даже до того, как вступили в отношениях. Вы себе уже не доверяли. Тогда. Вот. Это нужно понимать. Потому что если человек, если человек себе не доверяет, вот, то им сложно доверять кому-либо, если человек себе не доверяет. Человек такой, человек зачастую боится, такой человек зачастую тревожится по поводу того, что его могут предать и не видеть и так далее. Но самое главное, что нужно сказать о том, что человек, который не доверяет себе, такой человек не умеет устраивать личные границы с другими людьми. И в общении, в общении с другими людьми, такой человек стремится к слиянию, то есть к соединению, к соединению, к соединению с тем, с кем он, собственно говоря, хочет сблизиться. И вот из-за этого люди могут предавать, из-за искажения этого самого образа. Когда вначале у вас один образ, а потом уже другой. Я думаю, тут и проблематика детско-разительских отношений тоже присутствует. Но в целом, обида и чувство вины, то все нужно в первую очередь работать для того, чтобы вам было легче. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Желаю всего доброго и удачи! На этом все. Продолжение следует...